Я обожаю путешествовать, спасибо, изучать культуру коренных народов России и узнавать секреты их традиционной кухни. Но сегодня нам не придется уезжать далеко. Здесь, в Хантамансийске, проходит ежегодная выставка-ярмарка «Товары земли югорской». Идеальное место, чтобы отведать разные вкусности и что-нибудь прикупить для дома. Попробуем югру на вкус. Поехали! Кулинарные предпочтения у всех разные. Но я еще не встречала тех, кто не любил бы вкусно поесть. Поэтому голодными сюда лучше не ходи. В таком состоянии для продавцов вы – подарок судьбы. С пустыми руками не уйдете. И то, мимо чего в обычных супермаркетах люди проходят мимо, здесь заставляет их остановиться и купить. В странах Юго-Восточной Азии, Китая, Япония из оленевого мяса делают даже напитки. До технологий этих стран нам еще далеко. Но и свежемороженое мясо оленя 550 рублей за килограмм люди берут. Потому что из Саранпауля. А это уже знак качества. Практически пара часов работы выставки-ярмарки и сметают все на лету. Можно уезжать. Да. Сейчас у нас нету зимника. А то, что привезли при помощи администрации Березовского района, сначала вертолетом до Березово, а потом самолетом сюда – это 250 килограмм продукции. Видите опустевшие прилавки? Значит, товар качественный. И его раскупают первым. Ну а если денег у вас нет, можно и в бесплатных конкурсах поучаствовать. Например, опробовать рыбу местных товаропроизводителей и проголосовать за ту, что больше понравилось. Ну да, и такое бывает. Никто не мешает свой голос отдать за другую. Ирония судьбы. Так оригинально называется компания, которую возглавляют супруги Денис и Симона Сабитовы. Почти тысячу рублей стоит 100 грамм красной икры, которую они привозят из Камчатки. Не всякому по карману, но люди берут. И продукция, которая поступает к ним из Дальнего Востока, Мурманской области, рассчитана на покупателей премиум-класса. Читая на вашей вывеске, плавай далеко, кушай хорошо. А в чем ирония судьбы? Ну, как мы пришли в бизнес, ирония в этом. Конечно, было поначалу очень тяжело. Сейчас люди, клиенты сами нас ждут, бегают за нами. Поэтому мы очень благодарны им за это. Главное трудиться, главное любить свою работу. То, что ты делаешь. И все будет хорошо. И тогда на хлеб с маслом и даже с икорочкой? Конечно, на все хватит. У каждого предпринимателя, как правило, свой надежный поставщик услуг. Так, ямальские кисы можно приобрести в Хантамансийске в пределах 30 тысяч рублей за пару. Класс! Тепло, комфортно и снимать не хочется. Цена кусается, но это ручная работа. Зато эти кисы прослужат очень много зим. Сначала шеются тёлки, а потом, значит, отдельно уже идёт подожба. Наружно идёт войлок. В внутренней стороне такой же уровень войлока. Между ними ещё ложим оленей лапой. Чтоб было тепло и уютно, обязательно нужно носить такой обувь. Многие товаропроизводители участвуют в выставке-ярмарке постоянно. Их здесь знают хорошо и доверяют им. Советское – это всё-таки знак качества. Абсолютно верно. У нас тоже мёд делают хантамансийские, но другие травы, может, используете вы? Мы вложили в него всё-таки и свой труд, и свою душу. Поэтому наш мёд самый лучший. Сергей уговорил меня попробовать медовуху. Может быть, совсем маленький глоток. Я на работе. Какой приятный, сладенький, медовый аромат. И так легко пьётся. Это напиток, который ещё пили в древней Руси. И это старый такой вот исконно наш российский, русский продукт. Предающий силы богатырские. Согласен. Чувствую. Энергии стало больше. На выставке-ярмарке представили свою продукцию более 200 предприятий малого и среднего бизнеса. Главное в условиях санкций и постоянного роста цен сохранить своего покупателя. Продолжать налаживать партнёрские связи, искать новые рынки сбыта и развивать экономику Югры. Тем более, что богатейшие ресурсы нашего края. И это позволяет. Теперь мне будет, что поставить на праздничный стол. После такого гастрономического тура по товарам земли Югорской, самое время немного отдохнуть. Предлагаю отправиться на премьеру необычного спектакля в Урае. В реальности нам пришлось бы потратить с вами почти 5 часов на дорогу. Но телевидение творит чудеса. И вот мы с вами в Урае. Именно сейчас, здесь, в этом киноконцертном цирковом комплексе, юность Шаима идут последнее приготовление в премьере спектакля «Солнце твоей судьбе». Он поставлен по творчеству мансийской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой. Город нефтяников Урай сложно назвать местом, где полно и масштабно сохраняются традиции коренных жителей. Но здесь живут люди, кому небезразлично будущее народов Севера. Их интересует история, литература и, самое главное, молодежь. Здравствуйте! Чтобы передать им мудрость предков, философское отношение к жизни и всему тому, что их окружает. Уважение к чужой культуре и любовь к ней – это основа нашего общества. И нам очень хотелось, чтобы мы все вместе еще раз подумали о том, насколько глубокие смыслы здесь заложены, что нужно относиться с уважением к своей культуре и с уважением к культуре других народов. Спектакль «Солнце твоей судьбе» Елена Вагина задумала давно. Вместе с Центром развития культуры, искусства и туризма потомки Канды удалось выиграть гранд-губернатора в размере более двух миллионов рублей. А потом начались поиски артистов. Причем не среди профессионалов, а любителей. Музыкантов, танцоров, школьников и непосредственно самих сотрудников комплекса «Юность Шаима». Чтобы с их помощью спектакль, основанный на традициях народов Севера, получился современным и динамичным. Это позволило нам, конечно, еще раз сплотиться и дало возможность каждому творческое реализовать и внести что-то свое. А когда такая очень хорошая и дружная команда, тяжесть делится на всех, и она пассивна. Мать матерей – собирательный образ у народов Севера. И спрятал кампалэн солнечную стрелу. К роли этой мудрой женщины и хранительницы рода Анна Изюмова готовилась особенно тщательно. Мать матерей – символ народа Манси, его традиций и обычаев, знаток сказок и легенд, умеющие различать добро и зло, любовь и коварство. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый зритель потом, придя домой, поискал те отрывки, которые мы отображаем. Та земля, где сегодня мы все живем, она не только нефтяной край, но и имеет более глубокие, интересные корни и истоки, те, которые мы сегодня поднимаем. Они, в принципе, способны жить и в наши дни. Работать напрямую со зрителем непривычно, зато интересно. Спектакль в его классическом понимании постепенно трансформируется в красочное шоу. Как будто мы с вами попадаем на цирковую арену, где акробатические номера, хореография и современное музыкальное оформление не случайны. «Мир никогда не станет, никогда не константой, Я никогда не стану нам будущего гаранты, Я не крепость и подвал с покоями в недрах, Я горячий твой отвар, Смородина цедра». «Муде твое все скопа на льду, И не разно пить его, Мне не хватит пламя». Когда мы просто писали музыку для своих песен, хотели не перейти грань, когда совсем стерта этника, и наоборот, чтобы современное присутствие, чтобы в нынешних реалиях это прозвучало все-таки так же аутентично. Коварные духи в образе милых ангелов тоже встречаются в мансийских сказках. Как писала Анна Конькова, зло всегда мелко, не всегда видимо и рассеивается в мелочах. Выбрать сторону добра и света главное, к чему стремятся герои. Я в этом спектакле «Страж Канды». Я радостный, потому что люди все сделали правильно, никто не грешил. Я иду не наказывать, я иду радоваться. И песней своей я зову остальных духов, чтобы они тоже пришли и порадовались людьми. Предки Юрия Панышева с северной манси были в его роду и шаманы. По мнению Юрия, часть их силы передалась ему. Корона. Ворон есть. Олени, когда долго бегут, они устают, начинают хоркать. Волк есть. Горловое пение. А быть шаманом, ну вообще это долг. Это не о себе, это помогать людям. Энергия не уходит, наоборот, восполняется. То, что ты делаешь добро, тебе лучше, и ты становишься сильнее. Анна Конькова когда-то писала. В давние времена люди понимали язык трав и зверей, потому что дорожили их дружбой. А самые мудрые манси хранили тайны понимания. Сегодня важно донести эту простую мысль до зрителя. И если в его сердце что-то всколыхнется после спектакля, значит, культура народов севера по-прежнему способна дарить энергию всем, кто ее понимает. Мои знания были на уровне среднего, а благодаря спектаклю я очень многое нового узнала. Мне очень понравилась постановка, качество подготовки всего комплекса и артистов. Главная мысль спектакля, мне кажется, сказал шаман. Ловите ветер в себе, что-то там такое вот. Оставайтесь с людьми, ловите природу и слушайте свой голос. И некоторые, слушая свой голос, выражают благодарность, не только артистам, но и нам, журналистам. Да, я бы очень хотела поблагодарить радиокомпанию «Югра» за то, что вы освещаете новости, за то, что вы делаете тематические программы, которые очень интересны жителям нашего округа. Я хотела бы подарить вам огнеупорную рукавичку для того, чтобы вы с удовольствием, без всякого страха, загребали самые свежие, самые горячие новости и материалы со всего округа. Пожалуйста. Спасибо большое, Анна, за такую оценку нашего коллективного телевизионного труда. Как же приятно получать подарки от вас, от наших главных критиков, телезрителей. Да еще кое-что из товаров земли югорской у меня припасено. Ровно через неделю мы с вами увидимся вновь на телеканале «Югра» в программе «Северный дом». Ну а пока пойду-ка я приготовлю себе царский ужин. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин